Да суть не в том, что они потом приехали, поговорили с отцом. Суть совершенно в другом. Имели ли право они его снимать? И дал ли на это разрешение отец? Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело. И обсудим эту ситуацию с Артуром. С этим, ну, мужчиной, но, по сути, он ребенок, потому что у него особенности развития. И по какой причине рассказал отец, что родной брат на его глазах убил мать за квартиру. И, знаете, много было комментариев. Про канал Доброе Дело я вообще молчу. Сколько комментариев у них было. У них были все хвалебные оды, поклоны. Какие вы молодцы! Помогайте этой семье! Ездите туда! Тут уже слов нет. Хомяки поют там оды им хвалебные. И это всегда так было. Ну, наверное, только негатив был, когда была Баба Галя 2, которая хорошенько там закупилась, затарилась, обманула их и смылась. Ну, хотя, как мне кажется, ничего она их не обманула. Просто они решили неудачно построить сценарий. А теперь просто не хотят признаваться в этом. Поэтому они якобы и ничего не узнаем про Бабу Галю, ничего не узнаем. Был бы это не сценарий, то давным-давно бы они все разузнали. Ну, возвращаемся мы к Артуру. И многие пишут, что вот это приятный довольно ролик. Они купили там все ему. Они вот поздравились с днем рождения. Всякое такое. С одной стороны, это может выглядеть как и приятный ролик. Сделали приятное, доброе, да, для этого особенного парня. Опять же, чтобы сделать приятное, они его снимали на камеру. Все, что он там рассказывает, все, что он там несет, там, на отца, про свою жизнь, чё, да как. Так, а позволил ли отец такие съемки? Меня вот интересует это. И мальчики опять его усадили и увезли. А мы с вами помним окончание видеоролика с дня рождения Артура, где отец строго-настрого приказал, сказал в таком приказном, в приказной форме, да, что не делайте так больше никогда. Хоть они и сказали, мы друзья. Да какие вы друзья! С какого перепуга вы стали друзьями? То, что вы поехали в магазин, затарили, запилили видос, вы резко стали друзьями. Это для того, чтобы доверие, что ли, к вам пришло? Как и баба Валя стала вам доверять? Потому что она тоже своего рода особенная бабушка. Отец сказал в приказном порядке, но мальчики не послушались. Они встретили его по пути. Да, он всё равно шёл. Но я повторюсь, если он ходит, понятно, что у него особые указания от папы. И он слушает отца. Вы слышали, как он говорил про телефон, что телефон мне нельзя? То есть это говорит о том, что он слушает всё, что говорит ему отец. И получается, отец спокоен, когда он идёт на почту или за газетой где-то, или в магазин за хлебом. Отец спокоен насчёт этого. Потому что он знает, что Артур бесприкосновенно выполняет то, что он ему говорит. А тут объявились какие-то три лба. Два, три, три. То два, то три. Там не поймёшь, когда появляется Игорь, когда он пропадает. И посадили его в машину и увезли. И кто-то там говорит, что вот, когда он домой заходил одеваться, он, отец, видимо, видел всё это. Он, может быть, и видел, что он одевается, но, возможно, он не видел, что он собирается куда-то ехать. Возможно, одевается, чтобы просто там с кем-то поговорить, поболтать. Ведь он был раздет. Дальше. Когда они его уже привезли, самое смешное, что то, что искали газету. Все искали газету. А для чего газета? Для того, чтобы купить уголь. Ну, раз вы, мальчики, такие добрые, вы можете купить весь магазин, а не газету, как Игорёк сказал. Я куплю весь магазин. Прям богатенький такой, Буратино, который решил купить весь магазин. Так купите уголь. А? Купите уголь. Газета-то зачем тогда? Купите и привезите уголь. Нет, искали газету и купили газету. Ну, и, значит, сам момент, когда вышел отец, и они разговаривали с отцом. Я думаю, что видели все. Мне написали, Оля, они потом приехали, и отец как бы дал добро, что, ну, вот можно, да, к нему приезжать. Там можно и телефон купить, и все про телефон, я уже говорила, это вообще абсолютно ненужная вещь, которую сами придумали доброделы, не пойми для чего. Не будет он пользоваться этим телефоном, потому что человек никогда не имел телефон-смартфон. У него особенности развития. Какой смартфон? Папа ему поможет? Папа ему не поможет. Потому что он сказал, что у него кнопочные телефоны. Далее. Далее съемка. Как велась съемка? Вы заметили, ребят, как велась съемка? Съемка велась, видно, что она как с подполы велась. То есть, чтобы только не заметил отец. И мимолетом, так между слов, было сказано, что якобы снимаются, снимают они видео там. И какое видео, чё? Вы думаете, отец зациклился на видео? Он больше зациклился на своем сыне, чтобы дать им понять, что его обижают, что он жалеет его, и что он у него один. И он даже об этом не услышал. Какое видео, чё видео? Если б они хотели так сказать, что мы снимаем видео, вот мы вас тоже сейчас снимаем на видео. Отец понятия не имел, что его снимали. А ещё он точно понятия не имеет, что когда Артур с ним едет в машине, они снимают его. И он рассказывает всё. И о колесицу несёт, и про отца рассказывает. Он, думаете, это знает? Да не знает он это. Если потом кто-то ему не донесёт всю эту информацию о том, что его сына видели в интернете, и что он там говорит, и что говорит про отца. Вот какое право они имеют снимать, ну, скажем так, человека с особенностями развития, не имея на то разрешения? Мальчики, вы же у нас честные, вы же у нас справедливые. А сами снимаете из-под полы и потом выкладываете на весь мир видео. Ладно, вам разрешил отец, но опять вы. Вы опять поступили по-своему. Вам сказали, не делайте так больше никогда. Но вы всё равно встретили его на дороге и усадили в машину. Но если бы вы так хотели, вы бы подъехали к отцу и спросили его, поговорили с ним. А потом уже вернулись бы к Артуру, он бы далеко не ушёл. Прогулялся бы, ничего не случилось. Поговорили, спросили разрешение. Чётко рассказали, что вы снимаете всё, каждый шаг его на видеокамеру. Отца тоже снимаете на видеокамеру. И все эти видео идут на весь мир на обзор. Тогда бы это было бы честно. А пока вы лживые. И пока у вас нет никакой честности. Пока вы работаете. Работаете. Для вас это работа, а не доброе дело с Артуром и его отцом из потишка. Это моё личное мнение. Я его никому не навязываю. Я говорю то, что я увидела именно в этом видеоролике. В общем, ребят, у меня всё. Пишите, что думаете вы об этом. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И, как всегда, каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok